Теоретики и практики, ученые-правоведы и работники правоохранительных и надзорных органов. Около ста участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья собрались в Самаре на конференции «Уголовно-исполнительная система. Законодательство. Политика. Процесс». Конференцию посвятили памяти ученого, заслуженного юриста России, профессора Олега Филимонова и приурочили к 30-летию со дня образования Самарского юридического института ФСИН России. Среди тем, которые обсудили, развитие института пробации, который появился в стране с этого года. Система предполагает возвращение к нормальной жизни в обществе осужденных, а также тех, кто приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы и условно-досрочно освобожденных. В настоящий момент не так много осужденных, которые обратились в уголовно-исполнительную инспекцию за помощью в рамках пробации. Но со временем данное количество осужденных будет расти и осужденные будут обращаться за определенной помощью. Одна из тем – социализация женщин после освобождения из мест лишения свободы. Мы вместе с курсантами, с обучающимися проводили исследования у нас в ИК-1 в Синроссии Павлогодской области, где отбывают наказание женщины впервые осужденные. И там были и анкеты, и интервью, и беседы. И при том многообразии, которые были в ответах, мы все-таки выделили три основных группы. Вот закон о пробации, он помогает, потому что здесь будет действовать три вида пробации, но в данном случае у нас здесь пенитенциарная и постпенитенциарная пробация. Завершилась конференция награждением сотрудников институтов СИН. Им вручили благодарности за высокие достижения в профессиональной деятельности, вклад в развитие науки и образования, а также подготовку квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции. Августина Охременко, Николай Епифанов, События.